Детское радио представляет Морские легенды Какая же всё-таки интересная книга, энциклопедия кораблей! Что бы я без неё делал? Что она расскажет сегодня? Солнечная ладья фараона Хеопса Самый древний корабль в мире Возраст ладьи четыре с половиной тысячи лет Ого! Капитан Бинокль, а как она вообще сохранилась столько времени? Я иногда сам себя чувствую, как будто мне тысяча лет А ну-ка, подкрути-ка мне резкость, и я покажу тебе эту ладью Видишь, какая красивая? Ой, большая какая! С веслами! А это, наверное, каюта для фараона? Интересно, куда он на ней плавал? И почему она солнечная? Слишком много вопросов разом! Юнга, давай по порядку Солнечную ладью учёные нашли в Египте В саркофаге у подножья пирамиды Хеопса В 1954 году К тому времени казалось, что пирамиды уже раскрыли все свои тайны И вдруг, на тебе, самая древняя лодка в мире И какая? 43 метра в длину 6 метров в ширину Вёсла длиной 8 метров Как же такая громадина попала в пирамиду? До реки-то далеко Ну, возможно, её принесли по частям Лодка хранилась в саркофаге в разобранном виде Учёным понадобилось много лет, чтобы собрать ладью из почти 700 деталей А сохранилась она благодаря сухому климату И потому что была герметично замурована Сейчас она выставлена в музее неподалёку от пирамиды Хеопса А куда всё-таки фараон на ней плавал? Учёные, Петя, споят на этот счёт Ладья эта очень странная Возьмём хотя бы 8-метровые вёсла Но кто сможет такими огромными вёслами грести? И закреплены они почти вертикально Опять неудобства? Может, солнечную ладью с телом умершего фараона Везли на буксире по Нилу К пирамиде, где Хеопсы должны были похоронить А может, она вообще никогда не плавала И построили её, только чтобы положить в саркофаг Ведь древние египтяне верили, что после смерти фараон окажется в другом мире Где ладья ему понадобится Поэтому и назвали её Солнечной Дескать, Хеопс на ней поплывёт по небу к солнцу Да, красиво, но непонятно Вот бы кто-нибудь разгадал загадку солнечной ладьи Расплавать на ней нельзя Морские легенды